это говорил что элита рэди стал бесплатным это 1 апреля говорю потому что все на контент все на контент я в кого ты меня превращаюсь превращаешь того и превращаюсь я видел как я видел как ты ко мне я ладно утром еще не то что стерпел ну ладно не выспалась там это не то что я не стерпел горю не выспалась там вошел в положение потом году уже поспала потом я уже поспала мне такое заявлять его уил что я тебе заявляю а что мне нельзя злиться мне молчать или что я наверно женщина ты меня в ранг своих боевых товарищей понимаешь ставишь что я должна терпеть и страдать и молчать при этом в тряпочку а то что я хочу как женщиной чтобы ко мне относились соответствующие или ты поездочки забыл нормально ко мне относился у тебя все было и в отеле и везде я к тебе нормально относился но уж извини блять на плацкарте мы под проехались блять ночь до питера не было другой ситуации по другому никак я извинился перед тобой я извинился я извинился за это я тебе принес в поезде сразу купил на вокзале этот кофе сразу же в аэропорту тебе купил кофе чай так мы проснулись умыли сразу вышли пошли эти сразу же купил какой типовик поезде принесут поезд приехал 524 ты с кровати встала 505 ушла умываться ты 520 пришла я не встаю с кровати потому что ты нижнюю полку занял мне куда блять и на голову блять вставать или куда я же не знаю проснулся ты понимаешь полевые какие-то условия и хочешь чтобы я в тебе хорошо относилась улыбалась и радовалась а если я тебе говорю что мне некомфортно и неплохо от этого в таком состоянии спать в капроновых колготках так сняла бы колготки так сняла бы колготки это же есть пункт простынь же есть и что что простынь там верчусь кручусь какая простынь ты такой вообще молодец ты снял свои джинсы в своих парусах спишь тебе нормально хлопковых еще и тебя перепутал непонятно как вообще заказывал расскажи еще весь видеоблог будет ты просто ты просто понимаешь делаешь такие условия неприятные мне и вместо того чтобы за это извиняться ничего и чё дальше понимаешь ну и что я еще терпела на пол утра ходила недовольная в смысле ты терпел у тебя золотая женщина просто я не терпел в течение всего этого времени понимаешь я нормально в аэропорту я успокоилась я помогла тебе стрибы проводить все с улыбкой ты посмотри как я выглядела когда мы полетели и как я приехала как ты меня привел в какое состояние а завтра мне башни с самого утра на работе пока ты будешь на велосипеде кататься и ты мне еще говоришь ты из квартиры выкинешь потому что у тебя на аренду денег нет так извините я не виновата что ты просрал эти деньги я деньги экономлю а ты просираешь а я все ради контента как марик ради килюша не нужна мне вот такая женщина не нужна мне не нужна вот такая женщина которую блять на плацкарте прокатил одну ночь вот такая хуйня началась блять так извините блять я не для этого работаю деньги зарабатываю чтобы на плацкартах кататься блять чтобы ко мне такое отношение было понимаешь мы покатились не потому что у нас не было финансовой возможности а потому что ты проебываешь все только поэтому митя это разные вещи ты как никто знаешь я готова намного пойти ради тебя эти где-то себя ущемлять уж не надо мне про это говорить что я такая вся деловая блять а про пальто если ты вспомнил так извините я еще не знаю когда я себе пальто куплю такое дорогое а уходить из этого блять армянского ресторана голой блять мне не хотелось поэтому я не женюсь уже ну поэтому ты ты сейчас идешь к тебе навстречу блять извинись передо мной блять ты просто ты понимаешь я тебе говорю есть действия за которые ты будешь отвечать блять за твои отношения никогда нельзя блять запомни раз навсегда блять женщину за каждую слезу сука нахуй ответишь нельзя блять домотить так у женщин твоих блять которые тебя любят и сейчас я тебе сказала что блять пойдем погуляем всей семьей и ты тварь сидишь блять при людях извинись блять я в шутку это сказал блять когда ты подойдешь и поцелуешь в шутку это сказал блять ты опять нахуй вот хлебова-ёмки закрутила завертела я вдруг и подхожу целовак ты на поэта вот так вот 0 Я тебе кофе привез, я тебе кофе привез, я тебе кофе привез. Ты видела, что я спала, я не могла проснуться до 3 часов дня. Я приехал в полпятого, привез тебе кофе, забрал себе посылки, забрал тренажер для вагины. Ты все обсираешь, ты все обсираешь. Люди строят, ты все ломаешь, ты все ломаешь, и сидишь хихикаешь. Я не собираюсь страдать, я не собираюсь страдать, я не собираюсь страдать. Ты мне сама эти книжки подсовывала, я их сам почитал. Ты их не поняла сама, я их понимал. Это проблема людей. Я тебе предложила прогуляться с женой и с ребенком по озеру, ты сидишь с этой рожей, недовольной. Ты только что орала, что мне не хватает денег на аренду, что я их проебал. Сейчас ты меня нахуй, а хочешь лишить последнего заработка. Мне не сложно, мне не сложно вас в кафе отвезти, я хочу с семьей воскресенье провести, мне это не сложно, понимаешь. Для меня деньги это не проблема, я для этого и работаю, и зарабатываю, чтобы с удовольствием их тратить, в отличие от тебя, чтобы потом всем предъявлять, сколько на кого потратил. Почему такое-то отношение у тебя ко мне, я чем заслужила-то, что я тебе сделала, блядь? Я тебе нахуй прибежала, блядь, все вещи твои постираны, блядь, все для тебя здорово, все тебе заебись, блядь, ими нет нахуй в Москве, все тебе, блядь, понимаешь? А у тебя такое отношение, блядь? Какое? Вот такое, блядь, ко мне, потерпела, блядь, ничего страшного, блядь, заебись. Ну если не было других вариантов больше доехать до дома, только на плацкарте до Питера, или на самолете. Так ты с импатией не сеть к человеку, блядь. А я и отнес с импатией. Ты с импатией, ты дашь, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, я утром вообще не ругался. Я утром вообще не ругался, я дал тебе выспаться, принес тебе кофе, забрался по ссылке, пол пятого вечером домой пришел, тебя вообще не пробовал. Твое отношение, понимаешь, к собственной женщине, оно тебе будет аукаться, оно тебе будет аукаться, и каждая слизинка будет аукаться. Я все прекрасно понимаю, я все прекрасно понимаю, поэтому я все понял, я не хочу страдать, Тань, я не хочу страдать, все, я тебе все сказал, нам с тобой не по пути, нам с тобой не по пути, слава богу, нам с тобой не по пути. Ты уже оконченный, если у тебя даже эмпатии нет к людям, это уже все, это конец. Я с тобой не по пути, всё. Ты, которую мне книжки давала, ты их не поняла, а я их понял, спасибо. Там вот именно говорится об отсутствии эгоизма. У меня никакого эгоизма нет. У тебя есть. Я всю поездку делал ради тебя. Ага, растаптывать людей вокруг себя. Всю поездку делал ради тебя всё.